Более 30 экспонентов и порядка 800 потенциальных партнёров. Интерес специалистов к форуму Relaf Expo повышается. Раз в два года ведущие производители электротехники представляют инновации в своей области. Для предприятий и заказчиков выставка в Чебоксарах становится биржей деловых контактов. Знакомо всё? Были на производстве у вас, потому что всё знакомо. У тебя за ассортимент продукции расширяется? Расширяется, безусловно. Оснащение цифровых подстанций сейчас в Краснените проходят у всех производителей. Новые заказы появляются? Конечно, конечно, безусловно. Мы активно работаем в плане развития оборудования и диагностики оборудования, которые с поддержкой продуктов. Искусственно созданная молния катушкой Тесла бьёт прямо в корпус терминала защиты и автоматики. Так на стенде завода показывают, что устройства реле из Чебоксара работают надёжно, даже несмотря на серьёзные помехи и удары током в 40 кВт. На какие мощности вот она? Начиная от 6 кВт, заканчивая от 750 кВт, вся продукция у нас аттестована на все уровни напряжения. На сегодняшний день локализация оборудования нашего составляет 86% по шкафам. Разработка другого чебоксарского завода – специальные датчики, которые помогают определить точное место обрыва контактной сети. Если произойдёт аварийный сбой, то устройство передаст координаты операторам. Для того, чтобы своё время устранить аварии, сейчас же глобальное потепление влияет, то ледовый дождь, то потепление, то заморозки, то снегопад. То есть с точки зрения, значит, там даже вот проводов, когда лопаются, торгутся. Совершенно верно. Вот, например, в Маэске было в 2010 году глобальная такая авария, называлась она ледяной дождь. Когда у нас даже в Чуваше тоже бывает. Одна треть населённых конкурсов и местностей оставались. В Маэске была внедрена… Маэск – это одна из крупнейших сетей Европы всей. И там внедрена наша система определения мест повреждений. Немножко на другом принципе построена, но принцип тот же, чтобы чётко знать, где произошло, на каком километраже произошло повреждение, на какой линии. И когда в 2010 году была вот эта авария, мы благодаря этой системе, которая была там внедрена, они чётко знали, в какой бригаде, куда, в какое место, в какой очерёдности нужно выезжать. И нам даже МЧС выдало благодарность. Важно не только обеспечивать высокую надёжность, но и очень быстро и качественно решать все проблемы заказчиков. Задача предприятий, входящих в состав регионального кластера – увеличивать объёмы выпуска импортозамещающей продукции. Сейчас на рынке электротехники страны чувашские производители занимают немалую долю. Большинство участников форума наращивают объёмы поставок за рубеж. На данный момент у нас идёт уже этап испытания и закопка оборудования для испытания. Выбор стендов, климатические кампи. На кое-накое напряжение делаете? Минимально-максимально. 680 вольт. Все рассчитаны, 10 вольтные. На токе от 25 ампер до 1000 ампер. Начинка откуда покупать здесь? Начинка, всё комплектующая, по программам, по программам, всё в Российской Федерации. С каждым годом предприятия республики всё меньше зависят от поставок импортных деталей. Только импортные оставляющие. А, нет, я же скажу, если на селом взять. Здесь не так много, здесь меньше половины. Потому что выключатель наш, релейная защита наша, металл наш, провод российский, сборка тоже наш. То есть здесь мы добились того, что больше половины из российского производства. Предприятия электрокластера заявили о себе на весь мир. За последние годы производители релейной защиты и автоматики реализовали масштабные проекты в Республике Татарстан, Крыму, Краснодарском крае, Таджикистане, Узбекистане. Рост экспорта – ключевая задача, отметил глава республики. Я абсолютно уверен в том, что мы будем нормально конкурировать с мировыми компаниями. Отдельные с нашими производителями начинают договариваться. Но мы любим свою Россию. И те программные продукты, которые на сегодняшний день в основном разработаны за пределами, наши сегодня специалисты разрабатывают и перспективы, и программные продукты будут для того, чтобы бесперебойно, надежно обеспечивать для электроэнергетической системы Российской Федерации всех потребителей. Электротехнический кластер заключил соглашение с машиностроительным кластером Татарстана. Они наши соседи. Предприятия и республики взяли прямой курс на цифровизацию сетей. Если два года назад участники форума только обсуждали грядущую модернизацию объектов электроэнергетики, то на Релав-Экспо-2019 инновационные устройства представили на стендах. Мы здесь собрали модель консульта с краевой подстанцией из оборудования, которое собирается на предприятиях Чебацар. То есть это краевая подстанция, собранная по технологии Сэмпи Вэриум. На прошлом Релав-Экспо было замечание того, что не было интеграции между собой. В этот раз мы все это исправили. Все терминалы между собой объединятся информацией. Плюс еще есть взаимная интеграция системы управления. Особенностью этого стенда является, что здесь подстанция безопасность. Безопасная. То есть мы здесь натянули систему информационной безопасности в соответствии с новой федеральными законами. Все четыре терминала сработало. Как произошло? То есть мы подали сигнал, динамика цифровую смыслу подала на терминалы. Триминалы обработали своим алгоритмом. Дальше через шифрованный канал связи были переданы информацией на стенды предприятий. Предприятие находится в системе управления СКАДА. Они эту информацию обработали, потом передали дальше опять шифрованным каналам в центр управления. Глава региона отметил, что темпы перехода на цифровые сети необходимо наращивать. Конкуренция зарубежными производителями высока. Все быстро меняется, все быстро совершенствуется. И обращая внимание наших товаропроизводителей, электротехнического кластера, здесь отставать нельзя. Если и останем, то, соответственно, мы можем потерять даже все то, что имеем. Государственная политика направлена на создание благоприятных условий отечественным товаропроизводителям в сфере энергетики. И могу сказать, ответственно и смело мы сильны на самом деле тоже организациями электротехнического кластера. И все те производители, которые участвуют на выставке, надо, конечно, конкурировать нам все вместе с мировыми компаниями. В конкурентной среде заказчики находят своих потребителей. Ключевые партнеры предприятий региона – крупные корпорации страны. Специалисты говорят, что спрос на электротехнику в ближайшие годы снижаться не будет. Чебоксарский кластер занимает первое место в России по поставкам устройств комплексов релейной защиты всех классов напряжений. Здесь сосредоточен, как мы знаем, громадный и научный, и производственный потенциал. Ну и поэтому это место, безусловно, должно генерить те идеи, решения, новые технологии, которые будут определять образ будущей, ну или, наверное, недалекой будущей энергетики цифровой России. Темпы цифровизации у нас сейчас очень велики. И строятся цифровые подстанции, цифровые сети, развивается такое понятие, как цифровой электромонтер, центры управления сетями. Все это накладывает на нас определенный отпечаток, и мы должны не забывать о вводе этих цифровых технологий, о надежности, о кибербезопасности энергосистем. Дальнейший процесс цифровизации сетей потребует разработки программных продуктов и комплекса удаленного мониторинга, отмечают эксперты. У нас, к сожалению, многие подстанции, очень многие, не обслужены, то есть обслуживаются выездными бригадами. И увидеть это можно только приехав и протестировав. Поэтому это очень полезная функция, она позволит очень сильно повысить и надежность энергосистемы, и принимать певитивные меры для того, чтобы не допустить каких-то крупных аварий из-за отказа именно рельефной защиты. Обязательно будут пилотные проекты, обязательно будет мониторинг. В рамках ведомственной программы цифровизации Минэнерго начала реализацию проекта по удаленному мониторингу устройств рулейной защиты на базе трех подстанций в магистральных электрических сетях Юр. И проект сейчас идет в активной стадии создания. Надеемся, что к концу 2019 года мы какие-то результаты положительные уже получим. В виде образца, который будет готов пока к опытной эксплуатации, ну а в дальнейшем, опять-таки, после проработки, объяснения всех положительных, там, ликвидации отрицательных сторон к массовому тиражению. Энерго-система страны будет переходить на цифру поэтапно. Эксперты уверены, что к следующему форуму RelavExpo предприятия республики наладят серийный выпуск инновационной продукции и интеллектуальные сети придут на замену аналоговым.